Сейчас Новый год. Бублику подарили новую клетку. Смотрите, какая она большая. Огромная. Просто гигантская по сравнению с той, в которой она жила. Вот так вот она жила. Вот так. А вот так стала жить. Ну, будет жить. И по итогам почти 50 сантиметров. А здесь у нас ровно 35. Большая клетка. Также у нас здесь гигантское колесо. Мечта каждого хомяка. Колесо такое, что аж прям вообще. Смотрите дальше. К нему прилагался домик. Домик очень неплохой. Его можно как бы разобрать вот так вот. Это если что, если я обкакался хомяк. Чтобы убирать было удобней. Вот такой вот домик. К ней прилагалась еще мисочка. Беленькая, хорошенькая мисочка. Но мы считаем, что эта мисочка мала. Потому что даже у Джунгарского ему подарили гигантскую миску, потому что она маленькую переворачивает. Поэтому мы ее оставим так, на хранении. Мы возьмем нашу любимую миску. Грызанную. Но такую хорошую. Бублик ее любит. Надеюсь, она будет радовать ее в моем доме. Еще там к нему прилагалась поилка. Такая вот обычная маленькая поилочка. Правда, она не крепкая. Вот такая вот. И она маленькая. Очень маленькая. Но вот эта вот штучка, чтобы прицеплять к клетке, отлично подходит к бубликовой бывшей. Так что мы можем спокойно прицепить ей в ее клеточку новую. Такую вот красоту. Что же у нас было дальше? Мы решили, что мы продолжим наполнять, что мы наполним эту клетку вот такими вот небольшими гранулами. Это спрессованные опилки. В общем, хомякам это можно. Это не очень хорошо впитывают влагу. Поэтому ее и в туалетик хомяку, и на пол. В общем, туалетик у нас есть. Он стоит пока что в бывшей клетке бублика. Пока что бублик не спит. Мы используем... У нас фирма Зоник. Очень хорошая фирма. Мы уже давно пользуемся. Уже целый год имеем хомячка. И он живет все нормально, ему бодрый. А это... Мы миксуем два корма. Один от фирмы Фьори. А второй Little One. Называется... Открепи вот эту штуку. Мы просто тут его храним вот так, чтобы... Вот так вот он выглядит. Вот так. Вот такие вот. Есть и поменьше вариант. Подешевле. Да, хорошая корма. Очень. Тоже ими пользуемся. В них разные. Некоторые, некоторые одинаковые. Хомякам нравится. Нам тоже. Да, мы их смешиваем. Потому что в разных... В этих двух кормах содержатся необходимые микроэлементы. Ну и так далее. Просто везде по-разному. И, наконец, перейдем к обустройке. Сначала мы поставим вот примерно колесо вот тут вот у нас будет занимать место. Здесь уголочек будет, здесь уголочек. Значит, вот тут вот можно поставить вот ее домик вот так вот уголочком. Она будет сюда выглядывать. Будет видеть свои тут, что у нее творится. Здесь будет выход. Это мы ставим, как я уже говорила. Лисочка. Лисочку мы поставим вот сюда. Так лучше. Так лучше, да. Дальше у нас надо засыпать, наконец-то, наш... Наши наполнители. Вот вообще этот наполнитель идеально подходит для грызунов. Продолжение следует... Надеюсь, что им понравится. Давайте же прикрепим крышку. Уже, наконец, тяжеленькую крышечку. Крышка прикрепляется очень легко. Но при этом хомяк еще не откроет. Ставь. Давай, здесь ты его. Давай. Вот. Вот так вот у нас получается. Вот такие вот крепежи. Только с двух сторон. Это фильтр. Вы не беспокойтесь. Из него течет фильтрованная, соответственно, вода. То есть... Мы набираем хомякам воду прямо из фильтра. Попугаем тоже. Никто не пострадал. Так. Мы смотрим. Мы наполнили нашу поилочку. И поскольку здесь она не пролезет... Бублик будет ее внутри грызть. Нам придется взять маленькую. А маленькая-то пролезет? Нет. Не пролезет. Сама. Так. Значит, нам придется вешать поилку внутри клетки. Рядом с кормушкой. Я советую лично мое мнение. Твою имху. Так а как же ее подвесить-то? Постараемся. Что же делать? Обычно люди сталкиваются с такой проблемой, что у них не держит вот такая вот крепежечка. Некоторые вот такие вот скальзывают просто. Вот это бывает очень часто. И поэтому нужно... Вот у нас хорошо, что есть еще одна. Теперь нужно разобраться все-таки с мисочкой. Мы в нее сейчас насыпем корм. Насыпем наш любимый корм. Так, вот. Little one. Вот. Здесь даже хомячок нарисован такой очаровательный. Очень хороший корм. В нем будет много всего. Тут еще белые большие семечки, наверное, уже готовы. Наверное, уже закончились, да. А вот одна. Вот. Очень хорошие. Насыпь в миску. Насыпь в миску, зрители. А какая вот семечка. Мы сыпем ему много корма, но это не на один день. То есть, вы не беспокойтесь, если что. Не пишите в комментариях то, что вот он толстым будет. Мы знаем то, что хомякам нельзя быть совсем толстыми. А то они от этого могут заболеть. Кстати, хочу упомянуть канал Кекс Ченнел. У них, судя по всему, хомяка перекармливают. Обратите внимание, у них хомяк, на нем прям видны жировые складки. Вот, если вы будете каждый день насыпать им новый корм, видя, что мисочка пуста, так неправильно делать. Они уносят свои запасы в домик. Ну, например, в такой. И прячут их там, и вы не видите запасов. И поэтому, считайте, что хомяки уже все съели и голодные опять. Ну что ж, давайте насыпем другого корма. Вот, Фьори. Фьори. Очень хороший корм. Нам понравился, хоть мы его в первый раз взяли, но... В нем вот такой вот состав корма. Вот это вот, смотрите. Давайте вот достанем на дно. Вот эти вот беленькие, это воздушные хлопья. Она мягкая, вот такая вот, воздушная, как бы, хомякам полезна. Еще тут есть много других красненьких вот этих вот микроэлементик, короче, вот эти витаминки. А также здесь есть орешки. Это красненькая. Вот, смотрите. Красненькая вот такая вот здесь. Вот. Она даже немножечко розовенькая, просто показывает. Камера немножко. Искажает, но это не страшно. А еще тут у нас есть... А также здесь есть вот такие вот горошинки сушеные, куруза, семена подсолнечника и все такое. В общем, хороший корм. Хорошая девочка. Хорошая девочка. Вот так вот. Бублик сначала исследует, не жил ли здесь кто. Так, сейчас мы попробуем засунуть телефон в клетку и поснимать ее там. Вот бублик. Бублик исследует местность. Также мы многое узнаем про то, как содержать хомяков и так далее на разных каналах про хомяков. Например, Джесс Лайф Хома Онлайн. У них Джунгарик беленькая девочка. Девочка. Она звать Джесси. Очень хорошая. Интересное у них видео. Советуем вам канал. Также у них, как и у нас, есть два волнистых попугая. Тоже есть отдельный канал. Бублик тут обживается у нас. В общем, для того, чтобы хомяк мог построить себе гнездышко, можно использовать обычные вот такие вот беленькие салфетки. Ну, или какие у вас там есть, но ни в коем случае нельзя использовать салфетки с рисунком цветным или просто разноцветные. Хомяки могут потравиться. Можно, чтобы был любой узор там, все выдавлено, но нельзя, чтобы был какой-нибудь цвет, кроме белого. Да, Бублик, негде тебе жить, да? Ищешь трубы? Труб нету. Нету труб? Ну, ничего. Это Бублик, если кто не знает. Ну, если что, у нас... Но мы недавно перестали давать хомякам салфетки, так как мы узнали то, что хомяки могут видеть гнездышки из сена. Из сена. Вот такое вот сенце. Очень хороший набор. Сено луговое фирмы «Зверьё моё». Очень хорошая фирма, мы пользуемся. Вот. У нас уже вот эта вот хорошая покупка. Все хомяки рады. Главное, те, кто считает, что хомяк может наткнуться на сено и уколоть себе глаз, это не может случиться, так как сено тут достаточно мягкое. Также здесь встречается... Трава обычная. Ну, здесь у нас трава обычная. А также могут встречаться палочки. Хомяки их могут погрызть. И это наоборот хорошо. Им как раз зубы надо точить. Вот-вот палочка, палочка. Ах, да! Чуть не забыли. Кроме сена... Вот оно сено у нас. Какое хорошее. То, что мы сено раньше клали к нам, к Бублику в домик, и это получается, что сено переезжает в новый домик Бублика вместе с ним. Я думаю, что это не надо. И кроме сена мы ему дадим... У нас был вот такой вот домик. Какой у него есть? Это маленький домик, только от него отвалился маленький вот это вот бревнышко. Хорошенькое такое бревнышко. Если приклеить, то будет домик обычный, но Бублик очень любит погрызть эту палочку. Поэтому мы дадим Бублику эту палочку ему так, как она нравится. Бублик, держи. Знакомая вещь, да? Держи, это тебе подарок от нас. Так, дальше мы можем дать ему сенсы и немножко шарфеточки. Где же у нас кусочек кокоса? Когда мы делали домик для печеньки, мы отпилили от кокоса крышечку. Ну, это у нас не удалось заснять на камеру, так как был шум, грохот и так далее. Ну, и мы в целом, у нас все руки были заняты кокосом. И мы отпилили вот такую вот крышечку. Привосенькую крышечку. Вы видите, Бублик ее вот уже чуть-чуть погрыз тут в некоторых местах. Вот тут вот был на самом деле такой же шарик, Бублик отгрыз. Смотрите, чтобы дать хомячку, если он маленький, салфеточку, поскольку не каждый еще догадался купить сенсы, нужно отрывать вот небольшими такими кусочками и советую вот сканкивать, чтобы хомяк был заметен. И чтобы хомяку было интересно их растаскивать. Он хомяк там бегает. Бубленька. На, на салфеточку. Так можешь ему сенсы. Вот, можно и салфеточку дать, да, Бублик. Держи, и салфеточку тебе. Ой, не откажется. Ну, хомяк у нас уже крупный, мы ему целых две можем дать. Правда, мы не дадим. Вот, в общем, вот эти вот два кусочка мне ему дали, три там, как получилось. И все остальное Бублику. Давайте дадим Бублику маленькому, малышу нашему, сенсы дадим. Да, Бублик. Слушайте, может, он не нашел вход? Бублика. Бублик. Пойдем. Вот смотри, вход в домик, да, домик. Бублик, ты здесь... Она вылезла через... Она вылезла через вот эту вот маленькую щелочку, видите? Вы понимаете, что это значит? Бублика, она у нас спортивная, да еще и сжиматься умеет. Да, наверное, Бублику все-таки надо дать еще немножко салфеток, потому что к сенсу она мало внимания сейчас. Потому что она волнуется. И она в целом привыкла к салфеткам. Да, потому что мы сенсы недавно стали использовать. Мы его купили только недавно. Да. И вот все у нас хорошо пока. Да, Бублик, да, девочка. И волнуйся, все у нас хорошо. Да, понюхай меня, понюхай. Я хороший человек, да. Нет, плохой, да. Хороший, да. У Бублика была такая проблема. Видите, у него на спинке там чуть-чуть шерсть, если вам видно, потерта. Это у него колесо. Ей натирала вот этой вот штучкой. Ну, мы купили вот большую, точнее не мы, а нам Дед Мороз подарил. Тебе, да, прости, тебе подарил Дед Мороз. Такую вот клетку крутую. Бублик везла. Молодец, ты спортсмен. Хороший хонек. Вот, подарил он, значит, вот такую клетку. Мы, наверное, такое мечтали. У него гигантское колесо. Небольшое тут вот пространство хомяк. В целом эта клетка рассчитана на джунгарских хомяков. Просто, по-моему, джунгарские хомяки, им веса просто не хватит, чтобы вот такое вот колесо повернуть. Да и вообще, вот видите, такие маленькие все вещи. Колесо большое, наверное, это чтобы, наверное, потому что тут они будут бегать семейством. Да. Один хомячок явно это не осилит. В целом люди считают то, что джунгарские хомяки очень уживчивы с другими. И поэтому покупают большие клетки, чтобы там жило сразу много джунгарских хомяков. Я думаю, поэтому клетка такая большая с колесом тут и есть. И такие маленькие, поилочка и кормушка. Но на самом деле хомяки там, по-моему, до определенного возраста, в общем, могут жить вместе джунгарские. А потом они начинают ссориться, ну и так далее. Вот Бублик у нас побегал в колесе, ему хорошо. Сейчас у нас хомячок спит. Мы очистили мисочку для лакомства от сенца. И сейчас мы дадим им еще один подарок на Новый год. Такое вот лакомство для хомяков. Фирмы Титбит. Тут вот в хомякины изображены то, что для хомяков. Тут вот так вот оно выглядит, хорошее. Типа тарталеточек таких специальных для хомячков. Смотрите, тут вот написано, лакомство для хомяков. Не содержит искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Обогащает ежедневный рацион питательными веществами, витаминами и минералами. И вот такой тут хомяк изображен. Вот хомяк тут и вот тут открывашка. Давайте откроем. Ну, в общем, сейчас мы этого хомяка порвем. Доставай пока только одну. Да, пока мы достаем только одну, но придется вот стать все. Не на них тут нравится. Ого! Тут они еще и закреплены. Очень даже неплохо. Сейчас. Вот они вот. Вот так вот они выглядят. Вот. Если кто-то не успел. Вот тут вот еще написано нормализует обмен веществ. Да. Полезное лакомство. Натуральный продукт. Как вы сами поняли, очень полезный. Вот так вот это выглядит. Да, мы берем одну. Одну вот возьмем. Остальные мы закроем. Давайте я пока подержу. Ладно. Закроем потом. Ну, ладно, сейчас. Закроем. Бубличка. Бубличка. А ты чуешь запах. Запах. Наташ, давай клади. Теперь в кормушечку. Так, кормушечку мы подвинем поближе к клеточке вот сюда. Вот. Подвинули. Ближе к домику. Чуешь запах, чуешь запах, чуешь запах. Давайте посмотрим, как она будет кушать. Ой, маленькая. Смотрите. Так вот. И вот так вот хомяк ест все это дело. Ему, судя по всему, нравится. Вот он кушает. Вот кушает, так вот, наслаждается. Давайте теперь посмотрим реакцию второго хомяка. Печеньки. Вот наша печенька. Да, это наш второй хомячок. Вот ей тут Дедушка Мороз принес вот такую вот классную мисочку. А то она переворачивала свою маленькую старую. Смотрите, тем, кто немного опоздал или не успел записать, Тидвирма Тидвит. Для хомяков очень полезно, все нормально. Давайте же дадим печеньки. Вот такая вот тарталетка. Смотрите. Вот. Тут все правильно, не спрашивайте, можно ли такое. Это все специальное. Ой, Моря, колопеченька. Давай кушай. Смотрите. Вот наш хомяченочек второй. Вот так вот. Это джунгарик. Налетела маленькая. У нее манжетики на лапках, аккуратненько. Мы ее, на самом деле, купили-то внезапно. Да. Сначала жила в банке. Ну, это не эта история. Печенька пытается побороть. Побороть вот эту вот вкусняшку, чтобы наконец-то достать семечки и так далее. И покушать вкусно. Просто всякое. Вот так вот у нас хомяки себя ведут. Продолжение следует.